МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброго времени суток. Я Юрий Селефонов. Приветствую вас. Мы начинаем программу проходим с 4 на 4 на канале Автоплю. В нашей программе мы будем рассказывать только о бездорожье, только о людях и техниках, которые в состоянии ее преодолеть. Ни слова об асфальте, ни слова о комфорте. Только бездорожье. Ну что ж, поехали! Не знаю, как вы, но я люблю грязь теплой. Поэтому сейчас мы отправимся в Малайзию, где проходят самые известные и самые крутые соревнования по бездорожью. Том Маламальский владеет английским, быстро поведет слова. Райн Форрест. В них вся суть самого крупного трофи на планете. Дождливый лес. Саламат Даванг вам скажет малазиец, и это значит добро пожаловать на РФСИ. Справка. Проводится с 1997 года. Организатор. Господин Льюис Ви. Место. В джунгли Малакасского полуострова. Малайзия. Протяженность. 10 дней. 30 суперстейдж. Включая 2 дня. Твиллайт зон. Сумеречная зона. Техника. Запрещены прототипы, но по факту разрешено все, что хоть отдаленно напоминает серийный автомобиль. Участники. Экипажи из Австралии, Америки, Венесуэлы, Малайзии, России, Бельгии и еще более 30 государств. Наши. Александр Николаев и Дмитрий Калинин. Toyota Land Cruiser 70. Город Москва. Антон Бехнев и Сергей Тимофеев. Москва. На оранжевом Land Rover Defender 90. Роман Кульбак. Евгений Коваленко. Владивосток. На Сузуки Джимир. Денис Типаненко. Алексей Макаленко. Куала-Лумпур. Новосибирск. На Сузуки Самурай. Камера, шут! Пестап! Дождь, дождь и еще раз дождь. На этот раз самая крупная трофия на планете дважды оправдала свое название. Rainforest Challenge. В этом году Муссон, перед ритмом наделавшей шороху на Филиппинах, пришел и в Малайзию на три недели раньше. И в стране началось натуральное светопредставление. Ливни, сели и поток. Затоплены дороги и деревни. Новые дома ищут в себе более 20 тысяч жителей. Бешеные мутные потоки, несущие камни, стволы деревья затрудняют передвижение из лагеря в лагерь. Переезд на новое место, на которое отводилось несколько часов, занимал порой больше суток. А до места одного базового лагеря никто из участников и организаторов так и не доехал. Где была самая жесть? Да везде. Самый тяжелый участок гонки, так называемая сумеречная зона, Туиллайт зон, оказалась недоступной. Оползень снес час горы вместе с дорогой. И на протяжении 200 метров лежала сель. На старте мы так и не доехали. Старт где-то там, где-то километр в полу. За ночью мы здесь, а завтра где-то в этом районе организаторы устроили для нас 80 людей. В отличие от прошлых лет, в этом году все суперстейдж оказались гораздо тяжелее. Почти везде приходилось идти только на лебедках. Много глубоких ванн, грязи. Но и здесь наши проявили себя. На спецучастке по руслу реки Антон Бехнев в большой радости зрителей включил откачущую помпу и проплыл там, где соперники были вынуждены лебедиться и идти по дну. Трассы требовали филигранного водительского мастерства. Штурм в лоб приводил к поломке или превышению временного лимита в 15 минут. Наши спортсмены показывали высокий класс, иногда совершая невозможные. Александр Николаев продемонстрировал на одном из суперстейдж, что там, где невозможно проехать передом, можно это сделать задом. Несмотря на очень тяжелые трассы, благодаря хорошей подготовке техники у российской команды почти не было поломок. Николаев сломал одну из лебедок, объектник на одном из первых СУ, завернул винтом кардан. Новый кардан прямо в джунгли доставили друзья из филиппинского ленд-ровер-клуба. Кульминационным моментом гонки оказалась переправа на трассе шестого дня. Организаторы хотели дождаться спада уровня реки, преградивший путь. Но россияне сумели переправить на другой берег штурмана Диму Калинина с лебедочим тросом. И, перебравшись сами, помогли это сделать всему каравану. На одном из последних СУ Роман Кульбак, перенервничав, перевернулся в реке. Но сумел починить машину, и хоть и запорол мотор, но финишировал с хорошим результатом. В непривычных для наших гонок условиях россияне показали себя настоящими бойцами, о чем свидетельствуют результаты. Роман Кульбак занял второе место в Абсолюте. Следом за ним на третьем месте Александр Николаев. За ним на четвертой строчке Денис Степаненко. Настоящим героем стал Антон Бекнев. Его деф был обут самые маленькие колеса. 33 дюйма всего. Несмотря на это, он десятый Абсолюте и первый в зачете ОПОН. Поздравляем наших парней с заслуженной победой. В этом году Райан Форрест Челлендж пройдет в малайзийском штате Джахор. Завоевать путевку туда можно на двух отборочных этапах РФСи Раша. Друзья, помните, у каждой машины есть свой предел. И именно сейчас в нашей рубрике Тест Драйв Игорь Гугль проверит предельные возможности нового Субару Фореста. Как ездит новый Субару Форестер по асфальту мы хорошо знаем. И нам это не так интересно. Мы хотим проверить, сохранил ли он черты неплохого внедорожника, ну, неплохого для кроссовера вот в этом поколении, в поколении 2013 года. Для нас интересны две новинки. Одна со знаком плюс, другая со знаком минус. Минус – это отсутствие понижающей передачи машины с механической коробкой. Плюс – это новая система полного привода X-Mode. X-Mode – это продвинутая система противобуксовочная, которая контролирует, кроме того, и тягу двигателя. Но прежде всего, это все-таки именно противобуксовочная система. И чтобы проверить ее работоспособность, лучше всего попасть на какое-то, ну, диагональное вывешивание, на какое-нибудь препятствие пересеченной местности. Вот как вот этот, допустим, брустер. Довольно солидный. Вы знаете, очень хорошо хватает тормозами машинку. Где, как, не на пересеченной местности, не в диагональное вывешивание, мы сможем проверить, работоспособность этой системы. Как видите, довольно несложно было забраться на этот бугорок. Отлично работающий, мягко, очень точно. Но, откровенно говоря, никакого контроля тяги двигателя я не почувствовал. А вот как противобуксовочная система X-Mode – на пятерочку. Но, как и у всех подобных систем, у X-Mode есть предел, который мы сейчас попробуем нащупать. Как оказалось, не так-то просто найти предел возможности этого устройства. И вот сейчас X-Mode сработал как раз в своем штатном режиме. Он действительно слегка снижал тягу, когда колеса начали испытывать слишком большую нагрузку. Но, как видите, немножко добавив газу, я наверняка мог бы перескочить этот бордюр. Единственное, за что я опасался – это оторвать бампера. Все-таки геометрическая проходимость не самая сильная черта этого кроссовера. Вау! Молодец, молодец, Форестер! Крутой подъем! Скользкий подъем! С клеей! Двойной, можно сказать, подъем. Хорошо проехал, хорошо проехал. Понижающая здесь не нужна, здесь нужен хороший разгон. И вот тут мощный 2,5-митровый мотор Форестеру помогает здорово. Ну и грамотный полный привод, ну и X-Mode. X-Mode здесь вне конкуренции. Гребет всеми четырьмя лапами. На всем, посмотрите, все полностью до самого верха колея продрано буквально колесами. Отлично! Точно так же хорошо он будет работать на спуске, в которой мы поедем вот буквально через секунду. На спуске важно включить первую передачу. Здесь нет пониженного ряда, поэтому первая передача наше единственное спасение. И убедиться, что система спусков работает. Ох, она работает даже слишком жестко. Вон она, как она практически остановила автомобиль. Здесь можно регулировать скорость спуска с помощью педалей. Если вам кажется, что вы едете слишком медленно или колеса начинают проскальзывать, можно просто чуть-чуть добавить газ. И потом, поймав, сравняв скорость вращения колеса, скорость движения автомобиля. А потом она сама справится. Видите, как легко. А вот эту горку я боюсь, что мне не удастся взять, потому что здесь нет разгона. Ну, полагаю, на сегодня хватит для Форестера. Какие мы можем сделать выводы? Очень простые. Действительно, у кроссовера очень проходимый автомобиль. Не подкачал, не посрамил своих предков, которые, по секрету скажу, тоже были. Весьма ничего. Привод. Дорожный просвет. Более чем достаточно нам здесь на полигоне. Ни разу практически не понадобилось сдавать назад из-за того, что нам не хватало клиренса. Тяговитый мотор. Правда, он любит высокие обороты. И умная система X-Mode, которая подтвердила право на существование. С вами был Игорь Губль. Программа «Проходимся 4 на 4». Не переключайтесь. Я часто спрашиваю, зачем я этим занимаюсь? Да потому что это весело. И это весело не только мне, а очень многим поклонникам бездорожья. Сейчас мы вам покажем лучшие ролики наших телезрителей о преодолении всевозможных препятствий. На любых соревнованиях нужны зрители. Их присутствие приветствуется. Вот только наблюдать нужно с безопасного расстояния. И ни в коем случае не оставлять на траектории движения ценные вещи. В том числе и автомобили. А то может случиться всякое. Интересно, как бы расценили это происшествие в ГАИ? Легендарный марафон «Дакар-2014». Внедорожник участников вылетел с трассы и ждет помощи от своих коллег из зачета грузовиков. Тут своих не бросают. Помощь пришла и машины снова в строю. Но ненадолго. Пилот хотел прижаться к обочине, чтобы подождать штурмана. За что и поплатился. С ним все в порядке. Но теперь так просто внедорожник из ямы не достать. И первое место победителем сегодняшней рубрики становится видео про славящий на весь мир автомобильного журналиста Максима Пастушенко. Максим тестировал внедорожник «Ниссан Патрон». Как водится, машина застряла. Хорошо известно, чем больше внедорожник, тем дальше бежать за трактором. Максим сбегал и на том дело не закончилось. Трактор тоже застрял. Чем круче трактор, ну вы понимаете, Максим снова сбегал за трактором и на этот раз гусеничным. Казалось бы, сейчас достанут всех, но не тут-то было. Гусеничный трактор тоже застрял и вдобавок сломался. В общем, после того, как «Ниссан» был на свободе, трактора еще долго доставали друг друга. Трудно поверить, но все это не постановка, а реальный случай на съемках, который пославил Максима на весь мир. Это видео даже разместила на своей страничке британская программа «Топ Гиро». А еще в оффроуде очень важно иметь хорошую техническую поддержку и люди, которые вовремя из-за кадра выскочат и вытащат. Винни! Программа проходившая 4x4 прощается с вами. Не скучайте, скоро будет много грязи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова